Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал о маркет, составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 6.00 по GMT данные по инфляции в Англии. В 19.40 по GMT выступление главы европейского центрального банка Кристин Лагарта. Ну что, основные события по британской валюте пока что оказывают поддержку фунту. Я очень рассчитываю то, что сегодня не будет сюрпризов от данных по инфляции. И в итоге, когда подойдет время анализировать уже текущую торговую сессию, у меня будет возможность сказать то, что пара фунт-доллар прорвалась выше отметки 1.31. Сейчас котировки 1.3070. Индекс доллара 102.98. Ну, можно округлить, сказать, что индекс доллара топчется там же, где вчера. 103 пункта. Нету каких-то весомых фундаментальных драйверов для движения, поэтому не на чем сейчас американскому доллару показывать какую-то интересную динамику. Среди фундаментального фона из тех событий, которые имели место быть в ходе вчерашней торговой сессии, стоит выделить несколько комментариев чиновников Федрезерву. В частности, Воллера, который отметил, что экономика растет ускоренными темпами, поэтому она выдержит более агрессивное смягчение национальной монетарной политики. Ну, прям не знаю, на что он делал акции. Неужели на снижение ставки на 50 байсных пунктов? Как бы то ни было, рынок особо ему не поверил, потому что по данным инструментов FideWatch Tool, по итогам вчерашней торговой сессии, вероятность снижения ставки в ноябре на 25 байсных пунктов выросла с 87 до 95%. И нужно уже смириться с тем, что на 50 байсных пунктов ставку, вероятно, в этом году уже и не снизит. Другой представитель американского регулятора Нил Кашкаль, глава ФРБ Миннеаполиса, напротив, считает, что лучшее многократное снижение ставки на 25 байсных пунктов. Вот это укладывается, в принципе, в русло тех ожиданий, которые на рынке присутствуют, относительно того, что цикл смягчения американской монетарной политики продолжится, но умеренным шагом коррекция ключевой процентной ставки. Это все равно идея, друзья, которая сопряжена с фактом того, что смягчение экономической политики должно обеспечивать ослабление курса национальной валюты, как минимум, в долгосрочной перспективе. Поэтому в долгосрочный рост доллара в текущих условиях, разумеется, я не верю и жду разворота и развития нисходящей динамики. Золото 2667 долларов за тройскую унцию. Мы ждали хороший сигнал от сантимента, чтобы были достигнуты так называемые экстремумы. Это 30 либо 70, то есть чтобы толпа оказалась либо тотально в длинных позициях, либо в коротких. Сейчас по сантименту мы видим то, что толпа залезла в шартовые сделки. Меньшинство 28% трейдеров сейчас в длинных позициях и я предлагаю рискнуть, рассмотреть золото как инструмент, который можно купить с ориентиром на 2680-2690. Можно чуть-чуть также поднять цель до 2700 долларов за тройскую унцию. Но, как вы знаете, это уже исторический максимум. В общем, пока что в текущих условиях, ориентируясь и опираясь на психологию действия большинства и меньшинства, я за длинные позиции. Доллар канадец 1,3830, рост продолжается в соответствии с нашим прогнозом. Мы дождались, друзья, убедительное доказательство того, что канадский регулятор может снизить процентную ставку на 50 байсных пунктов. Это резкое снижение инфляционного давления в прошлом месяце с 2 до 1,6%. И если мы сейчас посмотрим на рыночные ожидания, тот же самый инструмент Fiat Watch Tool, но адаптированный под действия канадского регулятора, то рынок закладывается под снижение ставки на 75 байсных пунктов до конца этого года. Это означает то, что на одном из ближайших заседаний, возможно, уже на следующем, Банк Канады согласует обещанный шаг по коррекции процентной ставки, обещанный Маклимом, на 50 байсных пунктов. Мы должны быть, друзья, к этому готовы. Поэтому предлагаю в качестве следующего целевого ориентира по паре доллар-канадец смотреть уже на отметку 1,40. Доллар-франк без изменений 0,8620, наша целевая отметка выше 0,87. Американский фондовый рынок чуть-чуть откатил 5868 пунктов, пока что локальный-исторический максимум 5917 пунктов. Рынок щупает постоянно рекордные отметки и очень скоро доберется до нашей долгосрочной цели 6 тысяч пунктов. способствовать этому. В том числе будут сильные результаты квартальных отчетов. Ну и, конечно же, ожидание того, что американский регулятор будет смягчать национальную монетарную политику и, соответственно, обеспечит бизнес дешевой ликвидностью. Биткоин, друзья, 67 200. Очень радует сейчас покупателей. И вы знаете, рост рынка криптовалют совпал прям неожиданно. Так, а может быть и нет, с ростом шансов на то, что победу на президентской гонке США одержит Дональд Трамп. А Дональд Трамп у нас сыруется с обещаниями сделать биткоин резервной валюты, уволить Гэри Генслера, смягчить регулирование. Это тоже было им отмечено в качестве предвыборных обещаний для криптоинвесторов. И он тоже говорил о том, что создаст республиканское прокриптовалютное правительство. Ну, посмотрим, чему в конечном счете это приведет. Сейчас, конечно же, президентство Трампа ассоциируется с какой-то идеальной средой для роста рынка криптовалют. Я думаю, то, что восходящая динамика по рынку криптовалютных активов сохранится. По биткоину предлагаю смотреть уже на целевой ориентир в 70 тысяч за один главный криптовалютный актив мира. Евро против доллара 1.08.90. Готовимся к заседанию Европейского Центрального Банка. Оно состоится завтра. Хочу предложить вам несколько тезисов, которые оправдывают, скорее всего, выждательную позицию Европейского Центрального Банка. Это высокие значения базовой инфляции, это высокий показатель роста зарплаты, дефицит рабочей силы на европейском рынке. В качестве прелюдии вам подсветило эти аргументы, но подробнее давайте разберу непосредственно завтра их перед самим заседанием Европейского Центрального Банка. Попробую объяснить, почему я все-таки считаю, что гораздо уместнее сейчас не торопиться с смягчением национальной монетарной политики. Несколько локальных отчетов в пользу евро. Это индекс бизнес-оптимизма ЗЮМ. Рост в октябре с 3,6 до 3,1 пункта. Промышленное производство тоже прибавило в месячном выражении 1,8%. В годовом рост на 0,1%. Кажется, ну прям совсем символичный прирост, но, друзья, в прошлом месяце у нас показатель был минус 2,1. Поэтому это серьезная победа для европейской статистики в плане выхода на какой-то новый уровень, который может радовать покупателей и оказывать хоть какую-то поддержку главному валютному риску. Пара фунт-доллара 1,3070. Данные по рынку труда выполнили свою задачу, помогли фунту. Поскольку уровень безработицы снизился с 4,1% до 4%, занятость скакнула на 373 тысячи. Заработные платы все также остаются в районе 5%. Очень много. Это в 2,5 раза выше целевого ориентира Банка Англии. И я, друзья, за идею того, чтобы Банк Англии не торопился точно уже с снижением процентной ставки. И сегодня бы в идеале, когда выйдут данные по инфляции, нам бы увидеть цифры, которые не будут доказывать прям такое ускоренное сохранение или сохранение высоких темпов дезинфляционного тренда. Будет прям совсем здорово, если базовая инфляция останется плюс-минус на тех же значениях. Поэтому Банк Англии точно отложит снижение ставки до конца этого года, а мы сможем наблюдать за ростом пары фунт-доллар выше отметки 1.31. И рынок нефти 74.40 текущей котировки. Я по-прежнему за шартовые сделки. Очень много слабо китайской статистики, начиная от показателей торгового баланса и заканчивая потребительской активностью, которую мы анализировали через индекс потребительских цен. Спрос на нефть за первые 9 месяцев этого года со стороны Китая снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И добавляем к этому еще и сантимент. 80% трейдеров остаются в длинных позициях и путь вниз открыт. Целевой ориентир 70 долларов за баррель. Друзья, на этом собственно все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!